Ольга Николаевна Ольга Николаевна Ольга Николаевна Ольга Николаевна Потом присветилось качество образования, но это было позже. Сначала была исключительная дидактика. Вот у меня сложилось впечатление, что мы размыли это понятие, ну, кто во что-то раз. То есть все, что есть в педагогике, мы все вот сюда сливаем в эту конференцию. Может быть, первые 10 конференций так и должны проходить. То есть у нас осталось еще два года на сливки, а потом, может быть, что-нибудь начнет пониматься про дидактику. Потому что дидактика – это часть педагогической науки, которая занимается педагогической теорией о учении. Учение и так далее. То есть в результате всего этого мы должны все-таки поиметь какую-то современную теорию, которая должна на какие-то основания опираться. Мы должны обосновать, например, в чем произошло, относительно, еще раз говорю, скатки, нервы и так далее, в чем изменилась подхода к содержанию образования. Научно обосновали, что содержание образования 21 века должно опираться на то-то, 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 то-то в связи с тем, что вот там классические, неклассические и так далее, и так далее. Более мелкие возможности. Мы давно про это говорили, я когда входил в советы по учебникам и так далее, все время выступал, говорил, слушайте, закрыть все учебники нужно. По одной только причине. Помните, в советское время был многотопник теории школьного учебника, такого бордового цвета. До сих пор все учебники, которые у нас в федеральном перечне, лежат на советском подходе к понятию учебников. Есть ли современная теория учебника, а может быть уже не учебника, а учебно-методических материалов. То есть, еще раз хотел бы, у нас не методическая конференция, у нас дидактическая конференция, значит, итогом должна быть положена теория современного образования. И вот давайте попробуем вот с этой позиции посмотреть на то, что происходило на этой конференции, то есть в наших уважаемых докладах, в наших уважаемых, так сказать, авторах. Начнем с Александра Юрьевича. Вот с вашего. Мне очень понравился доклад. Я уже вчера сказал, что появляются новые какие-то термины, они очень интересные, какие-то принимаешь, какие-то не принимаешь. Ну вот, результативные практики мне вчера очень понравились, эта ситуация. Но здесь я хотел бы продемонстрировать вот именно появление результативных этих практик. И это должно быть средствием современной дидактики. То есть это в дидактику не входит, а вот теория, которая должна быть в дидактике, должна вывести на результативные практики. Но что меня напрягло, и вчера вот так чуть-чуть даже про это говорили, это опять распространение лучшего, так сказать, опыта. Как я вот понял, вот здесь это основная картинка, вот это. Один учитель передает другому, так сказать. Вспомните Шаталова, Васенкову. Ну, весь период вот 80-х годов и показания по телевизору вот этих наших великих, так сказать, педагогов к тому времени. Вот сколько я смотрел, так сказать, уроков по Шаталову, как говорится, вот следующий урок, это уже не Шаталов, а это уже Сидоров, Кедров и так далее. Опыт не пересаживается, опыт не передается. Уже это не Шаталов, а это именно тот, кто, так сказать, что-то взял. Потому что в опыте отсутствует всякого рода текло. Там вот-то есть, условно говоря, вкусовщина, там есть собственное мироощущение. Человек так делает, поэтому Шаталов это получается, делает это Васенкова, получается. Но как только это делает другой, это может не получаться. То же самое-то, извините, с системой Элькоина-Давыдова. Когда сидит на последней парте Давыдов или Орлов, и идет урок, это одна ситуация. А когда идет учитель в Красноярске, там, в Томске, и нет автора, это может быть абсолютно другой урок, и там и не будет пахнуть Элькоином и Давыдовым никем. Поэтому, вот, нужно ли нам сейчас, в 21 веке, возвращаться к ситуации передачи опыта от одного учителя к другому? Может быть, не опыт надо передавать, а действительно, передавать какие-то, ну, теоретические вещи, которые могут разные... То есть, смотрите, техники не передаются. Передаются, условно говоря, технологии. Вот есть, вы дайте на инженерном, и посмотрим. Вот есть ученый-инженер, он изобрел, после, новую деталь, сделал чертеж. Вот он же нет. Дальше он передал кому? Технологам, которые сделают технологическую карту, как вот из этой болвалки сделать доски. А потом передают супер, высоко квалифицированному рабочему, рабочему 6-го разряда, который берет чертеж, берет технологическую карту, подходит к станку, и делает так, чтобы, так сказать, без всяких допусков и посадок, все было сделано. Так вот, если перевести в нашу ситуацию, значит, что такое, так сказать, программа и все остальное? Это инженер, это ученый. И то, что мы передали в руки учителям эти программы, это политическая и методическая и дидактическая ошибка. Учитель это не может делать. Или вернее, помните фильм про Дурова, гений? Чем туалет у него был весь Андрешин? Грамотные, александрогизаторские предложения. Да, есть здесь процентов этих рабочих, которые инженерные умницы. Они могут внести изменения в технологическую карту, в чертежи. Есть здесь процентов учителей, которые могут думать как ученые и предложить какой-то ход. Да, но 90% массовые профессии. И поэтому нужно передать программы, нужно передать технологии. Но вот эти программы и технологии сидит в Москве какой-то новый автор, 1556-й, 1557-й рассказ по географии, по физике. Он опирается на какие основания? Вот этот автор должен четко опираться на теорию обучения. А я спрашиваю, а какая теория обучения у нас существует в российском образовании? Мы говорим, вот мы опираемся на культурно-историческую теорию Господа. Покажите мне дидактику, которая опирается на это, чтобы обучение вело за собой развитие. Чтобы принципы, наглядность, доступность и так далее, которые способны в начальной школе, было отменено. И заменено. Давыдов это сделал на каждой из принципов. Он принцип наглядности заменил на другой принцип. Принцип доступности заменил. Это сделал еще Давыдов. Потому что, действительно, если опираться на советские принципы дидактики, то поэтому зайчики и морковки существуют в начальной школе. Я вспоминаю про свою первую жену. Что я с ней сделал, не с ней, а с ее багажом. С девятого этажа, на второй день после свадьбы, выбросил целый чемодан зайчиков и морковки. Потому что она была учительом начальных классов. Это она в педоучилище занималась этим. Кстати говоря, директора, не знаю, как у вас в Москве, брали на работу лучше с педагогическим, со средним специальным образованием. Потому что считалось, что учитель начальной школы и спедучилища практически больше подготовлен к практике, чем учитель, который начинал, закончил в институте, в нашей советской войне. Теория не нужна была. Нужна была практика. И вот поэтому вот эта наглядность опирается на конкретных образных решений, созданные, так сказать, сформированные в детском саду. И мы это упражняем. Поэтому появилось упражнение. Вместо того, чтобы прийти в школу и построить так обучение, чтобы это развитие случилось к концу начальной школы, ну там основа теоретического мышления и так далее. Следовательно, давайте посмотрим. А еще какие теории в основании современной дидактики должны быть? Поэтому вот это все хорошо, но в дидактике это имеет очень малое отношение. И поэтому... А что у нас у нас будет еще? Она у нас не пойдет. Так, это, скажи. А я закончу, можно потом? Второе. Новое, то что, так сказать, теме... Вот я говорю, надо сделать словарь. После каждого нашего самого новые темы, которые появляются на нашей конференции. Хотя слово «хронотоп» не новое, но в контексте нашей, так сказать, конференции оно у нас впервые появилось, благодаря Андрею Ильичу. А вот «хронотоп» — это школа информационного общества. Значит, опять... И меня вчера слышали, и статьи есть, и так далее. Я, кстати, давно сдаю вопрос. Дай покажите мне хоть одну диссертацию, где было доказано, что введение, например, в начальной школе информационных технологий принципиально изменило качество образования. Я вспоминаю, как я, так сказать, был... А, нет, это у ЛАНОГЭ. У ЛАНОГЭ был на уроке развивающего учения в первом классе, когда появились компьютеры. У нас есть центральная тема в первом классе — введение части и целых. Это был изумительный всегда урок, когда дети там все это пересыпают, переливают, все это делают. Ручками и так далее. Но нам показывали современную технологию каждого ребенка по ноутбуку. В ноутбуке все нарисованы вот эти, так сказать, мерки и так далее. Ну, в общем, в конце концов, где-то так и мы вышли сейчас и делали. Те же зайчики, только это самое. Вместо конкретного действия. Поэтому я и спрашиваю, если на сегодняшний день доказательство, что принципиально меняется качество образования с появлением информационных технологий. А я и говорю, что в разделе теории обучения, дидактики, есть целый раздел средств обучения. Имеем ли мы обоснованные теоретически основания, в каком возрасте, когда, какие технологии, какие средства обучения действительно должны вводиться, какие должны запрещаться, потому что они противоречат возрастно-сообразным, так сказать, вещам и так далее. Каждый высасывает то, что, так сказать, он может высасывать. Будет тебе в начальной школе ребенок планированием заниматься этим или не будет. Если, конечно, ввести с детского сада и каждый день его этим мучить, то, конечно, наверное, он сможет научиться к концу четвертого класса. Но это является актуальным для ребенка в этом возрасте. Никто про это, так сказать, не знает. Все, закончим, так сказать, с Андреевичем. Перейдем, так сказать, к Геннадий Николаевич. Но так как был слайдик не прошлого, сам я буду относиться к слайдам прошлого, но хотя они, значит, первое, вот эта ситуация мне крайне нравится. Она мне с прошлого раза была, она зафиксирована. К сожалению, за год мы никуда не продвинулись, то есть у нас нет хотя бы данных. Не обязательно должен был делать Геннадий Николаевич, а вообще нами не сделал. А действительно, в чем разрывы? Цифра. Это, ну, как бы гипотеза, что разрыв. В чем разрыв? Как цифры, данные, и так далее. И вот это как раз и должна, должен, по идее, заняться, опять должен, у нас здесь сидят, не любят, так сказать, Андрея Юрьевича, так сказать, эти вещи. Вот местный Росовнадзор, местный, не Кратцовский, а местный. Оценка качества, у вас целый центр оценки качества существует. Не ЕГЭСными, не какими-то там федеральными проверочными работами, контролями должен заниматься. А вот, получать вот эти разрывы, вот эти цифры, для того, чтобы понимать, что с этими цифрами идет. Вот это важно. Из конвейера я взял три вещи, которые мне очень близки и которые могут стать отдельными главами нашей общей современной теории. Первое, значит, второй дидактический аспект, социальный включен в часть, как носитель особой группы интересов в процессе выбора целей, содержания и формы обучения. Вот как тезис, как установку я понял. Но вот пока мы не описали в этой теории современной дидактики, а как могут выбирать, и там будет несколько слайдов от других авторов, что вот ребенок или группа должна сама формулировать цели. Вопрос очень большой. А нужно ли? Нужно ли изменить и насиловать ребенка в течение 40 минут, чтобы он на 45-м минуте пропищал тему урока или цели? То есть, ну кто-то вчера про это тоже говорил. И там, где идет урок, давайте, ну чего бы он, бедный Каменский, сейчас перевернулся уже 154 раза. Есть, тогда скажите, тогда это не урок. Если это урок, то там общая цель в определенное время, и когда мы считали, что хороший урок и качественный урок всегда завучи металлисты хранят, если к 45-й минуте все дружно, 25 человек, достигнет той цели, и как раз хороший учитель тот, кто умеет за 45 минут поставленную цель достичь нашему выбору правильных средств, этап формы и так далее, и так далее. Поэтому можно ли на уроке, чтобы ребенок или группа детей свою цель формулировали? И это есть другие образовательные места. И пусть за этими образовательными местами и сохранится вот то, что здесь написано. Но, к сожалению, в советской дидактике там было только обучение, и поэтому обучение было связано с уроком. И поэтому в той дидактике нет других образовательных мест, они никак не прописаны. Вот для решения важной задачи, про которую Геннадий Павлович говорит. Шестой дидактический аспект, это то, о чем я вчера говорил, про учение. Хотя в теории советской правоучения ведется разговор, то есть, по крайней мере, категория такая в дидактике выделена наравне с учением. Но, как я вчера сказал, никто не знает, как это учение организовать, так сказать, в образовательном процессе. Ну и седьмой, тоже я уже про это сказал, вот эта среда электронная, или сейчас электронная образовательная среда, и вообще среда, которая пришла... Понимаете, педагогика, это действительно не наука, это попугай, который по всему миру, везде, так сказать, прыгает и собирает нужные слова. Мониторим непедагогическое слово, среда, непедагогическое слово, персонализация, непедагогическое слово и так далее. Есть вообще в педагогике собственные слова? Или мы позаимствовали из разных, так сказать, наук, и, пожалуйста, эксперимент по ЕГЭ. В черту какой-то эксперимент. Вот эксперимент начался над нами, когда ввели в штатный режим, каждый год меняем правила ЭГЭ. Эксперимент предлагает гипотезу, контроль экспериментальный. Вот если бы 10 лет, когда шел эксперимент, пробовали, давайте так задачки сделаем, давайте так, а давайте с камерами, а давайте без камер, а давайте вот так. И к 13-му году сказать, товарищи, вчера тоже обсуждали, гипотеза не подтвердилась. Закрыть ЕГЭ как-то, и это отрицательный результат, а кто же результат? А ведь что сейчас происходит? Постепенно ее превращают в обычную контрольную работу. Смотрите, убираем ответы по выбору. И что делаем? Смотрите, учителя в течение 15 лет натаскали на это, а теперь выступает Росом Надзор. Говорит, в этом году по географии, по истории, поэтому убираются задания с выбором ответа. Но за точно, за 15 лет были все речки написаны по подготовке к ЕГЭ, и учителя натаскали вот на это. А теперь за 5 минут нужно от этого отказаться, вернуться назад. Так же, как и сочинили. Поэтому проработать нужно это теоретически. Дидактика 3D, Гоги Николаевна, например. Значит, что меня здесь насражено в продолжении того, что я сказал раньше. Современный урок, где дети формулируют сами темы и цели. Покажите мне такой урок. Я с удовольствием приеду. Где собралось 25 человек, и все со своими целями. И у каждого своя тема. Либо действительно, учитель изощряется таким образом, чтобы они все-таки отгадали его цель. Учителя. Отгадали тему учителя. Но тогда эти звери, отгадай-ка. И поэтому зачем, ну вот, пусть, ну вот, сообщает учащийся, пусть формулирует и так далее, пусть достигает. И пусть за счет современных методов, современных форм, сделает так, чтобы за 45 минут можно было решить конкретную, так сказать, задачу. Вы представьте себе в развивающем обучении, что делает учитель? Учитель создает ситуацию, в которой все выходят на ту задачу, которой нужна учитель. И мы тут не скрываем. И мастерство учителя заключается в том, чтобы действительно не прийти и сказать, так, дети, запишите тему уроку своего нового. Нет. Он создает конкретно практические ситуации, через конкретно практические задачи, в результате решения которых сталкивается ребенок с новой ситуацией, возникает разы, формулируется, фиксируется проблема, теряя задача, дальше они решают. Вот в чем должно быть искусство учителя, а не то, что они сами. Поэтому вот эту колонку, почему-то в материи надо убрать. Урок современного типа, урок должен быть, достигать то, что коммерция стоит. Если вы уроками занимаетесь, если не уроками, это другое. То да, для другого должно быть другое. Про мегализацию здесь я очень много, так сказать, три слайда целых взятых. Но мы уже обсудили, я, так сказать, пропущу. Меня, конечно, вот эта ситуация с консервированным обучением напрягла. И поэтому не буду тратить на это время, а вот эти инферентировки уже тоже не будут. Вот. И вот это меня напрягло. Кстати говоря, вот Николай здесь и показывал. Не согласен. Вот не согласен с этим импортным товарищем. Вот мы с ним говорим, лекции плохо, а вот последнее обучение других хорошо. Для того, чтобы я обучал других, я должен прослушать лекцию. Ну, я так грубо говорю. То есть вот когда говорят, мы теперь не учим, теперь у нас не информационные знания, а у нас теперь компетентностные знания. Извините, никогда компетентных никаких вещей не будет, если не будет определенной фактуры, определенной информации. И если мы сейчас посмотрим на общую подготовленность детей, дайте какой-нибудь такой вот интегрированный тест по поводу того, чего дети знают вообще. Вот. И окажется, что при том, что интернет, при том, что куча книг, информированность из разных областей знаний у детей достаточно. И поэтому лекции, я смотрю, например, на говорящий голову, у нас начались вебинары, теперь новый термин. Сидит голова и вмещает. Посмотрите, сколько сайтов для школ сделано. Ну, интернет урок, например, в сайте, где по всем предметам сидят тетушки или дядушки. И вот 30 минут она вмещается презентация, и все, так сказать, слушают. Я детям рекомендую одевать на уши и под это засыпать, может, у кого-то память во сне, так сказать, где-то сделали. А я говорю, как сделать интерактивную лекцию, как сделать лекцию, которая бы развивала, которая бы давала информацию, давала возможность заступать в письменную дискуссию во время лекции, ну и так далее. То есть нужно это не говорить, что лекции ничего не дают, а изменить формат лекции, изменить содержание лекции. То же самое и про все остальное. А мы говорим, вот это плохо, а теперь обучайте других. Значит, этого не будет ничего, теперь мы сейчас вас посадим. Так, учите друг другу, так, сформулируйте друг другу новой категории дидактики, быстренько. 10 минут. Вот если сформулируете друг другу, это 90% усвоенности нового материала по теме дидактики. Так, и последнее, так сказать, для тех, кто до своих слайда представил, так, это по поводу КСО. Здесь у меня три сомнения. Вот в первом случае про маршрутность, со сводностью, с фронтальностью полностью согласен. Говорю, покажите мне урок, где идут разные маршруты. С удовольствием приеду. Вот когда сидит 25 человек, и каждый, кто в пустике, кто на горку, кто куда и так далее. Поэтому для меня маршрутность пока не доказана. В других местах, в других пространствах, возможно, и мы успеем это пробовать делать, но до уроки нет. Не надо растягивать урок и превращать урок в непонятно во что. И вот здесь самое главное. С моей точки зрения, это не типы, это формы. Индивидуальные, групповые, коллективные, разновозрастные, там, поточные. Это формы организации образовательного процесса. Вот мы так легко используем типы. Я просто попробовал в дидактиках. Ставить не в современную, а в советскую, где описаны категории. И там нет вот этих категорий. Все, что вот это описано, попадает в формы, категории, так сказать, там, Скаткина, Лернер и так далее. Если мы называем тип, то тогда посмотрим, чем тип отличается от формы. Поэтому я говорю, коллективные обучения и коллективные формы обучения. Это синонимы или это проразные? Индивидуальные формы обучения и индивидуальные обучения. Это одно и то же или разное? За каждым словом стоит свое, так сказать, понимать. И несколько слов про себя. Три слайда. Меньше всего. Дальше вопросы. Меня вчера просили, так сказать, в кулуарах, а как вот про умение учиться. Вот это так понимает систему Элькоина Дорвину. Автором этого слайда является. Ну, я его не писал, а текст Галина Анатольевна Цукерман. Вот как мы понимаем, а в современной. Это высокая познавательность, устойчивый учебно-познавательный интерес. На этой есть методики. В частности, методики Александра Константиновича Дусаревского. Как определить устойчивый познавательный интерес у младших школьников. Направленность на поиск общего способа решения задач широкого, а не каждой конференции задачи. Способность к анализу критической оценки с точки зрения партнеров, действующих иначе. Вот она персонализация в вашем понимании. Оно здесь все есть. Инициативный список на меня с новой задачей. То есть, новая задача возникает, он лапки вталяется сверху, а мы такие задачи решаем. И все. И учитель пятого класса, как началку править, приведите в пятый класс в сентябре месяце. Если это хороший учитель математики, дает задачку, которая внешне не похожа на все задачки, которые были в начальной школе. Детки, решайте. И все. У них столько. Мы такие задачи решали, и вот она. Нет никакой инициативности. Значит, учиться, так сказать, не надо. Это первый познавательный. Вторая, по просьбе, нашел картинку, но у дарного. Вот наша книжка. Учебник, введение, учебник, введение в систему Илькоина Давыдова, Чудинов, вот, так сказать, Воронцов. А есть в интернете, я только картинку взял, почитайте. Задумка не получилась, честно могу сказать. Так, как задумывали, не получилось, потому что, когда мы ее писали, еще не так сильно развиты были электронные все эти вещи. Почему Чудинов и Воронцов? Чудинов – психолог. Воронцов – педагог. Поэтому полкнижки этой психологии, полкнижки этой педагогики задумывалось так. Чудинов и пишут про моделирование, там, про учебную деятельность, как психологическая категория. Делается сноска, ну, как гиперссылка, да? И можно сразу посмотреть, как это моделирование учебной деятельности, например, в практике. Пишут там про, что-то там еще психологическое, опять сноска. И поэтому мы там написали, что читать ее можно слева направо, то есть с конца на начало, с начала до конца. Если вы педагог, читайте середину, ну, вот, педагогическую часть, и делайте сноску на психологическую. Если вы психолог, хотите посмотреть, как это реализуется в практике, читайте сначала, смотрите так. Но, к сожалению, там сноски остались, а вот такой активности надо ее сделать в интерактивном режиме, в второй редакции, тогда будет. Поэтому сказать, что нет учебника и так далее, это неправда, но не есть. Ну, это я вчера промелькнул по Борису Иконину, и сказал, я потом про это скажу. Как называть учебный совет средствами обучения? Вот, в его понимании, учитель должен соблюдать три условия. Первое. Должно быть действует по двум инициативам. Эти две инициативы, детская и учительская, должны столкнуться. Итак, ну, дети, давайте поговорим с вами. И вот, ля-ля-ля-ля-до-поля, пересечься, вот он пишет на теле знака средствам, модель. На модели может возникнуть только совместные инициативы действий. А просто, так сказать, ни о чем не может быть. И третье условие. Он должен функционировать в двух режимах. Я имею ввиду вот этот знак, эта модель. По правилам и по свободному выбору. Потому что, так сказать, можно зайчику тоже модель, как что-нибудь, с вами. Вот если эти условия в начальной школе будут соблюдаться, то тогда поймет ученик к концу начальной школы, что инициативные действия заключаются не в том, чтобы встать на уроки и сказать, а я не хочу писать, я хочу поесть. Не в этом выбор. Инициатива возникает в совместном действии учителя, ученика, ученика, ученика по решению задачи. А решение задачи может происходить только на изменении, преобразовании модели. Преобразование любой модели. Ну, сразу целый спектр частной задачи возникает. Тогда можно спорить и так далее. Коллеги, я заканчиваю одни последние фразы. Вы понимаете, в чем дело? А значит, к вчерашнему моменту, который я сказал, я пришел к выводу благодаря всем этим восьмым конференциям. Дидактика должна быть одна, а внутри этой дидактики, наших, о которых мы напишем, дидактические системы. И нашел вчера, так сказать, у Скаткина определение, что такое дидактическая система. Это не частные дидактики, хотя Хоторской относится к частным дидактикам. Скаткин вот четко ввел на дополнительную дидактическую систему и прочитал, я понял, да, система Егорин Давыдов, это дидактическая система, да, и ВСО тянет на дидактическую систему. Но эти все дидактические системы должны опираться на какую-то общую теорию. Вот надо все-таки сказать, для российской школы, какая психолого-педагогическая теория, или вернее, какие психолого-педагогические теории могут лежать в основании российской дидактики. И там может быть теория интервизации, там может быть теория видов обобщения, там может быть еще какие-то теории. Вот надо понять, что мы положим. А когда мы просто называем, мы опираемся на культурно-истоительную теорию Выгодского, это такая абстракция, многим непонятно. Надо конкретизировать эти теории и простроить теорию содержания, теорию учебника, теорию методов, теорию оргфор. И вот начать собирать камни, которые мы за восемь конференций разбросали. Все. Ровно 30 минут. Теперь любой, кто выступит, за свой счет. Спасибо. Спасибо. Они могут в своем выступлении отнести. Да-да-да, я это и предлагаю, но у меня 24 минуты, и я 4 минуты за свой счет. У меня остается 20 минут. Поэтому я к твоему докладу буду относиться по-разному, но сейчас дам только тот кусок, который здесь подмен. И снова возвращаюсь вот к дипологу. Вот они, дипологу. Социализация, персонализация. Значит, обучение никогда не бывает в отдельности от ученых. Обучают всегда человека, который учится. И учение никогда не бывает без... Учается всегда у какого-то человека. Поэтому обучение, учение всегда нераздельный точно так же, как магниты. Нельзя сказать, обучение коллективное, учение индивидуальное. Теперь по поводу... Это я ровно 4 минуты буду тратить. Поэтому вот здесь как раз во время лекции так и сказал. Там и сказано... Не, вот это четко ухвачено две линии, но в определенных местах они пересекаются. И мы, наверное, расходимся. Да, это две параллельные линии, но в определенных местах обучение с учением пересекается, заменяется и так далее. Вот... Алексей Борисович, значит, для того, чтобы мы углубились в этом вопрос, удачи, я ему полные фразы использовать, значит, процесс обучения и процесс учения. Здесь нет уже параллельности. Это один и тот же процесс. Это ваша позиция. Я говорю параллельно. Конечно, я свою позицию говорю. Но его можно называть параллельно. В Советском Союзе, когда развалился Советский Союз, развалили Советский Союз на очень простой удочке. Сказали, что как это можно запретить частную собственность? Ребята, надо разрешить частную собственность. И каждый член, каждый граждан из Советского Союза думал, что хорошо будут разрешать частную собственность. Частная собственность не бывает без наемного труда. И когда хитро разделяют, якобы это одно частная собственность, а наемный труд это другое. И об одном и том же говорят, но на словах частной собственности. Потом, когда развалился Советский Союз, выяснилось, что все наемные работники. Потому что нельзя, нет частной собственности, если нет наемного работника. Сам наемный работник всегда бывает только у частной собственности. Точно так же обучение. Подожди, подожди, подожди. Да подожди, не торопись. Да не подожди, не торопись. Не торопись. Так вот, для того, чтобы указать, что это единый процесс, люди начали выкрутиться. Одни говорят, ребята, когда я говорю обучение, имею в виду этот единый процесс. Другие говорят, процесс обучения и учения. Вы можете мне употребить неудобные фразы, для того, чтобы понять сущность, что этот процесс, это не параллельный процесс, это один процесс, его как-то надо называть. Образование. Да какая разница, образование скажешь или, а я? Но есть места, где это должно быть отдельно одно, как только мы это смешиваем, теряем фокус. Вот все время педагог должен понимать, что есть разные фокусы. Алексей, подожди. Когда ты употребляешь слово образование, возникает совершенно другая проблема. Образование это обучение или воспитание. С одной стороны дедакты начали говорить, когда я буду говорить образование, то я буду иметь в виду единство в обучении и воспитании. Другие начали использовать и засорить, как ты не любишь, литературу. То есть обучение, развитие, формирование, становление и образование. Так я настаиваю на следующее. Все это засорение получается потому, что люди перестали слушать понятия памяти. Когда перестаешь понятие употребить как научное понятие, начинаешь его использовать как слово для общения, тогда и возникают эти проблемы. Теперь по поводу 5% и 90%. Я обращаю твое внимание. Там не написано в учении 5% лекций. И во время лекций никто не учится. Покажите мне интерактивную, я в твоем стиле говорю, покажи мне интерактивную лекцию, где сидят 60 человек. Вы организуете интерактивную лекцию, и каждый из этих 60 человек участвует. Он только что приниматировал полчаса. Ну да. Да, правильно. Минуточку, минуточку. Интерактивная, если использовать, пожалуйста, сейчас нам только следую в интернете. Создана, у нас создана образовательная среда. Каждый сейчас в этой среде есть. Можно относиться к любому тезису. 5 человек отнестись между собой, меня уже не слушают, ведут, так сказать, письменную дискуссию по этому проблеме. Я вижу на экране, на какие моменты, так сказать, народ, так сказать, обращает внимание. Уже есть такой опыт, как превратить лекцию в интерактивное обсуждение по ходу. Нет проблем. И для этого нужны информационные технологии. Не в смысле вот всяких там этих, а именно среды, где это можно писать. Дальше я могу с этой лекцией, потом отработанной, со своими комментариями, доброй работы. О, об этом я и говорю. Не обращаешь внимание, там написано усвоение. То есть, во время лекции не идет усвоение. Во время лекции усваивает тот активный участник, который начинает спрашивать, то есть, работать в паре с лектором. Одно дело, лекция... Тогда не будет лекция. Вот как раз именно благодаря информационной технологии могут 60 человек одновременно работать с лектором. Но они работают тихо, то есть не вступают с ним в дискуссию. Я могу останавливаться и уже комментировать. Владимир Владимирович. Борис, Алексей Борисович, это шикция. Вы обманываете себя, а не меня. Почему? Я сейчас скажу, почему обманываете. Работать каждый тихо сам для себя, это движение мышления. Если лектор говорит, или кто-то из лекций спрашивает, человек, который индивидуально хочет осваивать сказанное лектором, у него мышление в одно направление пошло, а тут говорят что-то. У каждого мышления идет в разные направления. Поэтому как только каждый там сам для себя работает, он или перестает следующую фразу слушать, или вынужден остановить свое движение мышления, чтобы ничего не терять в общем поле. Поэтому это кажется. Правильно, каждый выбирает свою тактику победения во время лекции. Ох, прекрасно. Но не говорить о том, что лекция не влияет на усвоение. Я говорю другое. Я говорю, во время лекции не идет активное усвоение. Благодаря лекции и дополнительной другой работы происходит усвоение. Так вот там написана статистика по поводу во время лекции, как усвоение происходит, а неэффективность лекции. Конечно, я согласен с вами. Сейчас без лекции, без всякой деятельности, без какого-нибудь затравчивого выступления, кто может сказать там тот вопрос, гидактика или нет. Но там стоит другой вопрос. Неэффективность лекции для усвоения человека. А в ходе лекции, за счет лекции, вышел из лекции, и ему дополнительная работа не надо делать. Об этом идет эта статистика.